У нас июль и август — это два месяца, которые мы будем говорить о благодати, которая трансформирует, преображает, меняет. Я заметил, когда я перечитываю Библию или вспоминаю какие-то стихи, и вообще, знаете, когда у тебя картина сложена уже, за годы, проведенные в Слове, у тебя уже есть приблизительная картина каких-то откровений, каких-то слов от Господа. У тебя уже что-то складывается. И когда я вдруг задумался, а сколько же раз Иисус говорит о том, что нам нужно измениться, или своим ученикам Он говорит. Я не нашел ни одного текста, чтобы он постоянно говорил, меняйтесь, 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 меняйтесь. Поэтому папы, мамы, мужья, жены, хватит проповедовать, изменяйся, 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 изменяйся. Иисус как-то по-другому менял людей. У Иисуса какой-то совершенно был иной подход. Нам иногда кажется, чем чаще мы говорим о чем-то, меняйся, меняйся, то однажды мы достучимся, и человек такой, точно, мне надо измениться. Вот у Иисуса подходы были совершенно отличающимися от нас. Он абсолютно по-другому как-то влиял на людей и побуждал их. Знаете, вот есть суд или страх, который, страх наказания. Это один способ мотивировать человека. Страхом спасать, страхом, ну, заставить поменяться. А есть альтернатива, мотивация, смотивировать человека. То есть побудить его на перемены. И это никогда, это приходит как чувство какого-то невероятного такого обязанности. Я обязан поменяться. Знаете, мы иногда загоняем друг друга в такое, ну, ощущение, ты обязан поменяться. Если ты сейчас не поменяешься, все, ты мне больше ни сын, ни дочь, ни мать, ни отец, ни брат, ни сестра, там, ни муж, ни жена. Если ты вдруг не поменяешься, это становится, как, висит, как меч над человеком, страх наказания. Но как-то у Бога всегда, вот Иисус как-то всегда применял именно такой подход к переменам, когда Он побуждал на перемены. Он мотивировал на перемены, побуждая. Причем человек воспринимал это не как обязанность, а уже как обязательство. Собою он брал на себя обязательство этих перемен. Знаете, есть разница, когда ты в состоянии, что ты всем обязан и всем должен, и когда ты внутренне берешь ответственность за свои перемены. Это большая разница. Надеюсь, что ты возьмешь на себя сегодня обязательства определенные, что Дух Божий, Он будет побуждать тебя к тем полезным переменам в твоей жизни, которые перевернут или преобразуют твою жизнь в нечто лучшее. Аминь. Давайте откроем Бытие, 17 глава. Поговорим о преображении, о преобразовании. Оставшееся время. О трансформации. Вообще слово трансформация очень интересное слово. Мне так понравилось, как это слово раскладывается. Это же составляющее слово. Оно не одно, оно из слов состоит. И первое, так, держит, а вот, этимология этого слова, это происходит слово преображение. Слово преображение или превращать, преображать. Слово транс, это через, за. И интересно, потом там еще какая-то приставка какая-то там, я не буду эти все умные словечки говорить, переправляться. Мне так понравился вот этот вот коммент, переправляться. Что на самом деле человек из одного состояния или из одного он преобразуется, превращается или переправился. Переправился через, или он перешел во что-то новое, переправился с одного берега на другой. Вот мне нравится, что это целый процесс. Трансформация – это не что-то разовое, это не что-то в одночасье, но это процесс, который запускается в жизни человека, чтобы он из одного переправился во что-то другое. И вот, Бытие, 17 глава. Мы прочитаем с первого стиха. Аврам был 99 лет, и Господь явился Авраму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Аврам на лице свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я вот завет мой с тобою, я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Аврамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и между потомками твоими после тебя, в роды их завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, владение вечное, и буду им Богом». И дальше Аврам, там у него идет беседа определенная с Богом, и 15 стих, «И сказал Бог Авраму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сарара». Две Р, да? «Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произведут от тебя, от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Интересно, вообще вот изменение имени, оно олицетворяется с тем, что Бог хочет привести в жизнь человека перемены. То есть, в 12 главе книги Бытия Бог говорит Авраму, «Выйди из земли, и пойди в ту землю, которую я тебе укажу, и я сделаю тебя благословением для народов. И все, кто будут против тебя там воевать, я с ними буду воевать, все, кто будут тебя благословлять, я их буду благословлять». И вот Аврам, услышав это слово, и говорит, «И потомство тебя произойдет», и он говорит, «И у тебя будет наследие твое». То есть, Аврам слышит такое классное слово, такое удивительное слово, слово, которое прямо до глубины души касается всего, о чем он мечтает, о чем он желает, о чем он думает. И Бог ему говорит, «Я тебе это дам, вот то, о чем болит твоя душа, я дам тебе, я усмотрю для тебя, я решу, закрою все пробелы, все нюансы будут решены». И вот Аврам отправляется в путешествие, он берет цару, он берет своего племянника, и вот они двигаются. И когда он выходил, ему было 75 лет, а здесь ему уже 99. А у него все еще нет сына. Иногда, когда мы слышим слово от Бога, и оно так здорово звучит, впечатляюще, вдохновляюще, и так хочется, чтобы оно действительно, ну, стало явным и стало реальным в твоей моей жизни. Кому когда-либо Бог что-то обещал, а у кого еще это не исполнилось? Не повезло вам. Я шучу. Я верю, что самое главное, что Бог нам обещал, оно еще не исполнилось. Потому что иногда это, как бы так правильно, мудро выразиться, это как некая морковка, которые ведут осла, когда он не хочет идти в определенном направлении. Иногда Бог так с нами по-отцовски играется, что Он, давая нам слово, это не значит, что это просто приманка, что это просто Бог, Он хочет нас заманить куда-то во что-то. И типа, лишь бы ты за Ним пошел куда-то. Я много раз этот пример приводил, и однажды его услышал от одного проповедника, он так это интересно продемонстрировал. Он взял, это было где-то в Соединенных Штатах, он взял купюру 100 долларов, пошел на последний ряд, протянул одному мужчине, и говорит, возьми 100 долларов. Тот стал дотянуться, он сделал несколько шагов, и он его так довел с последнего ряда до первого. Он шел за этой бумажкой. Он говорит, смотрите, как интересно, он еще не получил, что ему обещано, но он уже не там, где он находился вчера. Иногда так Бог делает, Он дает нам слово, чтобы нас вытащить откуда-то, чтобы нас оттуда выманить, потому что это не то место, где мы сможем получить обещанное от Бога. Нам нужно какие-то вещи оставлять в своей жизни, чтобы увидеть благодать в действии, чтобы увидеть славу в действии. Так бы хотелось, чтобы прямо там, посреди, наверное, той жизни, в которой мы находились, вдруг однажды все изменилось. Но Бог сказал, выйди из урахалдейского, Он выводил народ из египетского рабства, Он выводил народ из вавилонского плена, Он постоянно народ выводил в место или землю, обещанную Богом. Он говорил, вот это твоя земля. И для того, чтобы люди оттуда вышли, а за годы они привыкали там жить, они устраивали там себе жизнь. И вы знаете, даже жизнь, нам иногда кажется, что понятно, когда жизнь вся устроена, тогда как оттуда выйти, типа комфорт, вот все хорошо, все, работа есть, какие-то доходы есть, какое-то там, какое-то вот, ну, устройство жизни прикольное. Ну, а когда люди уходят из нищеты или рабства, или из недостатка, и нам иногда кажется, ну, оттуда бежать надо, это тебе, здоровому человеку, кажется, оттуда бежать надо. А вы попробуйте людей без определенного места жительства вытянуть с их помойки. Попробуйте их вытащить из того образа жизни, из этой грязной одежды, из этих подвалов, из этой сырой, холодной жизни, в которой они живут. Попробуй его выдернуть и дай ему все. И у вас ничего не получится. Нам иногда кажется, что люди из низ, ну, из плохой жизни, они бегут, а из хорошей они не побегут. Нет, друзья, люди умеют приспосабливаться ко всему. И тот образ жизни, в котором они долгие годы живут, им настолько понятен, поэтому вытащить порой Богу, нас из чего-то, бывает не всегда очень просто. И он подбирает эти ключики, он открывает, подкидывает нам что-то. И вот Авраам, он вышел, и он идет уже 24 года. 24 года путешествий. Столько разных событий с ним произошло за эти 24 года, а сына как не было, так и нет. И вот он идет, двигается, двигается, идет, разговаривает с Богом. Бог ему что-то говорит. У него уже там столько событий произошло. Но прежде чем Авраам станет отцом, а Сара станет матерью, происходит эта удивительная встреча, внутри которой Бог меняет что-то, или Он дает им новое имя. Библейское изменение имени, это по сути трансформация личности. Изменение имени в Библии, это значит, один человек как бы исчезает и растворяется. Мне это нравится, как сейчас это в некоторых социальных сетях, когда ты удаляешь смс, она так разлетается в пыль такую. И вот одна личность, она должна а другая остаться. От одной не должно не остаться ничего, а другая личность должна занять место. Я понимаю сейчас, у кого там раздвоение, ты про раздвоение? Нет, я не про раздвоение. Но Авраам, это отец. А Авраам, если на арамейском Абрахам, там буква H, по-моему, она называется, это имя из, буква из имени Бог Всемогущий. У нас оно немножко тут две А и две Р, но там в арамейском языке буква H добавляется. Она выглядит как буква H. Поэтому Бог, он говорит, тебя назвали, твои родители назвали тебя отец, а я называю тебя Авраам, отец множества. И нам нужно некоторые вещи понять. Подумайте над тем, что если вы вдруг сегодня решили себя назвать Авраам, Сколько у вас будет, простите за сравнение такое, геморроя в жизни? Представь, тебе все знали, как Сергей, а ты такой Авраам. Авраам, причем не одна, а Авраам. Представьте, это на сегодняшнее, на сегодняшнее, вот ты только подумаешь, мне бы новое имя сейчас дали бы. У тебя столько в голове появится, документы менять надо, доверенности все, если какие, кому давал, надо. Короче, там телефоны все на тебя, на одного, потом, ну, это ужас. Ужас, ужас, чтобы изменить имя. Это, кто-то скажет, ну, это невозможно. Возможно, можно поменять. У нас же есть кадры, которые меняли имена себе, фамилии меняют, думают, что из перемены фамилии поменяется образ жизни. Ты хоть себя самый, самый, самый счастливый человек назови, ничего не изменится, если ты идиот. Ну, не поменяется. Ну, подумайте об этом. Вот представьте, его знали наверняка там, да, вот есть Авраам. Вот как этот сам момент, как теперь он, услышав, теперь ты Авраам. Теперь ты будешь Авраам, отец множества. Как представляться? Как о себе говорить? Как себя воспринимать теперь? Мне 99. Я отец множества, у меня ни одного дитя. Ну, одну кое-как наковырял там, где-то как-то там срослось. И тот, Измаил. И вот представьте, это же, ну, призыв к каким-то, ну, надо приспособиться теперь к новой жизни. Нужны реальные перемены. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты начал с того, что ты начнешь себя называть отец множеством. Ты должен для себя начать говорить, что ты отец множества. Я Авраам теперь. Я Авраам теперь. Я отец множества. Он на Сару смотрел, он должен был Саре говорить, ты мать множества. Ты, от которой произойдут потомства, потомства от тебя произойдут. Она тоже уже не свежа была. Хотя они выросли в поколении, где до трехсот лет жили еще. Они выросли в таком поколении. Они видели долгожителей. И поэтому, то, что мы себе представляем, у них это совершенно иначе было. Но Бог говорит, твое преображение, которое станет полезным для тебя и в целом для всех, начнется с изменения твоего имени. Имя, это сущность. Когда давали имя, это отражало сущность человека, его поведение, его действия, как он будет теперь действовать, как его будут воспринимать люди вокруг. Знаете, самые великие вещи в твоей моей жизни, они находятся в удержании, пока ты не начнешь себя воспринимать иначе. Зависли все великие благословения. Твой Исаак завис. Обещанный Богом, Он ждет, когда Авраам ощутит себя Авраамом. Когда Авраам ощутит себя Авраамом. Он ждет это. Это зависло в духе. Зависло в духе то предназначение, которое Бог имеет в виду для тебя. Но прежде, чем это произойдет, Он говорит, тебе нужно ощутить себя этим новым. Должна произойти эта метаморфоза, трансформация. Тебе нужно переправиться. Или перепрыгнуть, перескочить. Или вот это старое, оно должно исчезнуть. А новое должно появиться. И это трансформация. Но поймите, она не произошла. Мы ждем, что однажды утром мы проснемся, мы в какое-то волшебство верим. Однажды утром мы проснемся. Однажды мы проснемся, мы станем новыми людьми. Нет, так не получится. Вы знаете, здесь идея благодати, ее очень сложно воспринять в трансформации, в перемене человека. А откуда мы берем, что трансформация есть? Павел сказал, благодатью я есим, то, что я есим. И, впрочем, не я, но благодать Божия потрудилась во мне. Благодать потрудилась. И сказать, что это не заслужено ко мне. Новое имя, это не заслужено ко мне. Это не совсем будет правильно интерпретировать слово благодать в таком качестве. В этом контексте. Объясню. Потому что преображение твоей моей жизни, оно исходит не из того, что мы у Него выпросили это преображение, а оно изначально заложено, пока ты еще не родился, был план Божий на твое появление. И в этом плане Божьем была картина и образ того, кем ты будешь. И когда ты рождаешься, вот здесь начинаются сбиваться ориентиры в жизни. Возможно, твои родители и твое окружение не совсем допонимали волю Божию о тебе. И возможно, они пытались тебя направить не в то русло и не по тому пути, который Бог для тебя хотел. Мы никого ни в чем не виним, но, возможно, произошли сбои. И чем дальше ты удалялся от плана Божьего, тем больше ты навешивал на себя ярлыков, тем больше ты навешивал на себя каких-то взглядов и имен, которыми тебя называли общество, люди, ты сам, какие-то близкие тебе люди. И эти имена вокруг тебя, они просто вот, ну, атакуют твое самосознание, как ты себя воспринимаешь. Но есть Божий путь. И вот у некоторых из нас он не, он, знаете, как, он нетронутый. Вы знаете, там видно, что там должна быть дорога. Там должен кто-то пройтись по этому пути, но оно потихоньку начинает зарастать. Это, знаете, вот как на полях видно в определенный момент, когда машина где-то проезжает, и потом по ней еще одна машина проезжает, еще одна проезжает, и происходит такая накатанная колея уже появляется. Там никто не делал дорогу, ну, просто однажды один человек поехал, так было удобно, может быть, что-то объезжал, может быть, еще как-то. Ну, появляются вот эти две такие протоптанные про машинами дорожки. Смотришь за ней уже вторая, третья, четвертая, пятая. А потом никто по ней не ездит, и она начинает зарастать. А что, если твой путь, по которому тебе надо идти, он начинает подзарастать уже? И в твоей голове ты уже перестаешь видеть возможности. Поэтому мы не можем воспринять, что благодать – это нечто незаслуженное. Нет, это изначальный Божий план был, что ты должен был, Авраам должен был стать отцом множества, патриархом веры. Это Божье предназначение. Но из-за того, что Авраам не был наставлен в этом, и ему нужно было дойти до ручки, до самого дна своей жизни. Иногда наша жизнь напоминает, как грузовик катится вниз. Попробуй его остановить в этот момент, когда загруженная машина под там кучу тонн, она несется вниз. И ты там внизу пытаешься ее удержать и остановить. Лучше не вставать у нее на пути, дождаться, пока она доедет до самого дна. И уже потом подумать, как ее поднять на ту гору, в которую она должна была заехать. Иногда наша жизнь напоминает вот такое. Ты не сможешь разознать некоторые вещи, пока ты не докатишься до какого-то момента, где ты смиришься. Где ты осознаешь, что пришло время. Слушай, а может быть, я не тем путем иду. Может быть, я не в то направление двигаюсь. Может быть, пора переменить что-то. И вот Авраам, Бог ему говорит, теперь ты будешь Авраам, Отец множества. Отец множества. Ты добрался до точки. Теперь ты готов к настоящему преображению, к настоящей трансформации. Когда все твое остановилось, все твои потуги, все твои желания, все твои силы, усилия, на что ты прилагал. Ты думал, все, сейчас я достигну. Сейчас у меня все получится. Сейчас со мной все это произойдет. И наоборот, ты катился, катился вниз. И где-то там, на дне, своего ощущения, своего мировоззрения, ты оказываешься никчемным, слабым, пустым. И думаешь, как я могу теперь измениться? Как я могу что-то поменять в жизни? И Бог начинает с тобой говорить, ну все, ты готов. Теперь будут тебя звать Авраам. Вы знаете, преображение, оно невозможно для гордых людей. Преображение может произойти, трансформация происходит со смиренными людьми. С гордыми это невозможно. С надменными это невозможно. С закрытыми людьми это невозможно. Это возможно только с открытым человеком, с искренним, с человеком сокрушенным, с человеком смиренным, Человеком, который осознает, что без Тебя, Господь, я ничего не могу. Без Тебя. И это, поймите, это не просто про борьбу с грехом. Это не про борьбу с каким-то неправильным образом жизни. Я верю, что главное преображение в нашей жизни, это не связано с тем, чтобы из нашей жизни убрать мусор. Однажды Бог мне очень четко это показал. Он говорит, я не мусорщик. Вы сделали меня этим мусорщиком? Вы превратили в церковь в тот момент, когда... И он мне напомнил эти истории из детства, вернее, эти картинки из детства. Не было же мусоропровода в большинстве домов. И все встречались, когда машина за мусором приезжала во двор. И мы бежали с ведрами выкидывать мусор. Она вставала в определенном месте, и люди бежали с мусором выкинуть мусор. И если ты прозевал этот автомобиль, куда его деть? Ну, мусорки были, да, были мусорки где-то там, где-то от нашего дома, где-то фиг знает где. Надо было далеко идти. И вот, и Бог мне показал, Он говорит, вы превратили церковь в воскресную, как мусорка приезжающая? Вот вы свои грешочки, вечная борьба с грешочками, собирание мусора, выкидывание мусора. Потом пожили-пожили, мусор появился, опять выкинули, опять появился, опять выкинули, опять появился, опять выкинули. Что это за жизнь в церкви? Когда ты только от мусора, от какого-то весенно набирающегося, а его же время, он же на ровном месте появляется. Где-то там не пободрствовал, тут что-то не так сказал. Там не ту эмоцию выхватил. Там где-то не то сказал в человека. Эмоции не так проявил. Да куча всего. Я уж не говорю, он в джентльменском наборе. Сорвался уже стоит, курит. Нервы лечит. Меня довела, но вообще я не могу. Помогло вот это. Как будто это помогает. Как будто реально легче становится и проблема решается. Если бы реально от выкуренных сигарет решались бы все проблемы, я был бы самый заядлый курильщик. Но не помогают они. И не только сигареты, и многие другие заменители того реального решения проблем. Если бы это все реально помогало, наверное, люди, которые все это делают из года в год, изо дня в день, они бы были самые счастливые люди на земле. Но нет. У них браки рушатся, здоровье расшатывается, нервная система уничтожается, отношения портятся, с работы гонят, деньги исчезают. Талант куда-то, говорит, он все нормально, у него все супер, руки золотые, говорит. Ну и бочка бездонная. Он может набрать заказов, потом на 10 дней. Его ждут все, терпят, потому что может делать. А он из-за своего вот, ну, неумения решать проблемы, он просто катится в тар-тарары. Если бы все это решало проблемы, то, наверное, мы бы их решили таким способом. Но это ж не решает. От этого только все хуже и хуже, хуже и хуже. Однажды он говорит, мне так в жизни не повезло. Да нет, повезло всем. Вопрос, как ты этим распоряжался. И вот Авраам, отец множества. Теперь ты отец множества. И Бог, Он не за мусором, за нашим хочет прийти. Он хочет, чтобы ты трансформировался не в святошу религиозного, обвешанного крестиками, рыбками, фенечками, местописаний над унитазом, над стенами, по все стены, не вместо обоев, одно Слово Божье. И что не ответ, все Слово. Я не знаю, встречали ли вы таких людей? Я встречал. Это страшные люди. Знаете, есть фанаты Иисуса, влюбленные в Иисус, а есть фанатики. Фанатики – страшное слово. Любой религии фанатики. У любого спорта, у любого какой-то идеи фанатики, они на такое готовы. На ужасные вещи готовы идти. Но люди, влюбленные в своего Иисуса, они никогда не сделают вред другому человеку. Они будут менять себя вокруг, в лучшую сторону. Самая главная трансформация в твоей моей жизни, она должна произойти в соответствии с тем путем, на который Бог тебя поставил. Бог начал с чего? Я сделаю тебя отцом, а тебе произойдут народы. А он все еще не таковой. И он говорит, я изменю твою сущность, ты будешь отцом. Ты будешь отцом. Я за то, чтобы мы жили святую жизнь. Мораль, нравственность, честность, порядочность, все эти, естественно, нормальные вещи для любого человека, не только в церкви. Вообще, для нормальных, здоровых людей все это должно быть на высоком уровне. С чего мы взяли христиане, что такие только должны быть в церкви? Это норма, норма для всего человечества. Честные отношения, искренние, открытые. Не подставлять, не причинять вреда другому человеку. Это норма должна быть. С чего мы взяли, что это только в Библии? Это совести, это внутри совести заложенный кодекс чести. Аминь. Но когда мы говорим о Христе, Христос, Он хочет вернуть твое предназначение, твой смысл бытия здесь, на земле. И Он хочет, чтобы ты трансформировался из человека, возможно, плавающего в своем сознании, не знаю, зачем, куда, как, что, что я, в человека, который начнет что-то производить. Он говорит, ты сейчас бесплоден, но ты будешь производителем, ты будешь плодовитым, ты будешь производить, ты будешь производить, ты будешь производить народы. И закончить я хочу текстом из Исаия, Исаия 55. С 8 стиха. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мысли ваших. Как дождь и снег не сходит с неба, туда не возвращается, но наполняет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Мои мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Как небо выше земли, так и мои пути выше. Людям, живущим в земном восприятии жизни, а это в материи, это зависнуть на территории материи. Пощупать надо, увидеть надо. Им никогда не постигнуть путей Божьих и мыслей Божьих. Написано, человек душевный не принимает того, что от Духа Божьего. Не принимает. Ему это кажется бессмыслицем, бредом. Пустышка, фантазия, сказка. Ему нужна материя, он хочет ощутить. Он хочет ощутить, пощупать. Вот, дайте мне подержать. В этом была разница Исава и Иакова. Иаков был готов ждать свое первородство. А Исав нет. Пару дней назад Саша Голенский меня вытянул тут на одно озеро, на рыбалку. Мы вдвоем поехали половить таких маленьких рыбешек небольших, отвезти душу. Вот мы приехали где-то к восьми. Сели там, ну, как профессиональные рыбаки, подкормили там все дела. Сидим, час сидим. Ну, что-то происходит такое небольшое. Какие-то даже мелкие-мелкие ловятся. Мы пробуем там разные наживки. Что-то общаемся, что-то ловим. Погода, то вроде ясно, то тучей. Ты сидишь, ловишь. Пока ничего еще не ловишь, но так, чтобы ловить. Что-то такое. Саша говорит, здесь на этом озере обычно к обеду начинает клевать. Это такая специфика этого озера. И вот мы сидим с восьми уже где-то одиннадцать, двенадцать. Ну, что-то ловим, что-то там получается. Ну, не очень такое, знаете, для души радует. Ветер-то набежит. Тут даже такой какой-то, знаете, дискомфорт такой начинает доставлять. Ну, много всяких. И вот ты сидишь и терпишь. Потому что ты знаешь, что вот в такой-то час должно начаться. У тебя обетование есть, должно начаться. И вдруг вот в какой-то момент, ну, действительно начинается. Началось. Я сидел в одном месте. У Саши уже началось. У меня тоже есть, но только размеры рыбы разные. У него побольше стали. Я почувствовал, знаете, по духу пошел. Мне надо пересесть в другое место, чуть-чуть в сторонку. И вот я пересел. Где-то между нами метров пять. То есть там, ну, своя такая атмосферка там. Ну, выбрать надо было, где рыбоводец. Короче, в конце, когда я уже уезжал, Саша еще остался. Мне нужно было там, у меня запись была. И я уезжал в три часа. А он еще остался чуть-чуть. Все вместе мы поймали где-то больше пятидесяти штук. У меня рука до сих пор болит. Я устал ее таскать просто. Представьте слово. Знание. О водоеме. Как здесь все происходит. Вызвало у меня терпение и мотивацию находиться даже тогда, когда нету ничего такого предвещающего. Я подумал, что мешает людям дождаться Божьего. Это простая вещь, вроде бы, да, чисто для души. Но что мешает людям дождаться? Потому что есть день, когда Бог сказал, так будет. Так будет. А у тебя произойдет сильный народ. Твой путь, он изменится. Все поменяется в твоей жизни. И вот представьте, здесь написано, что слово Божье, оно выше, оно так непостижимо, пока ты завис вот в этом материальном. Ты завис, и тебе непостижимо. Вот мне было непостижимо. Что там под водой происходит? Как, почему вот именно в такой период времени? Потому что вся логика говорила, там, с шести, с пяти, там, на рассвете. Ну, есть свои нюансы такие рыбацкие. А тут к обеду. Как там, что она, рыба сидит такая, так, так, сколько у нас? Двенадцать. Все, на обед. Я думаю, ну, как это вот, как это происходит? Что там? Вот мы хотим вникнуть в какие-то процессы, которые нам непостижимы. А нам надо просто доверять, что там, под водой, где ты что-то не видишь, или там, в духе, где ты чего-то не видишь, не осознаешь, что-то происходит. Вопрос в том, чтобы ты остался в той позиции, в которой Бог ожидает тебя видеть. Останешься ли ты в этом? И Бог говорит, твое имя Авраам, останься вот в этом. И ты дождешься своего Исаака, и ты увидишь свою победу. И вот здесь говорится, что слово мое, оно как снег и дождь. Снег и дождь, проливающиеся на землю. И делающие ее способны рождать. И я хочу подытожить. Мы часто ждем перемен, чтобы Бог на меня сойдет. Я встану измененным. И люди многие назвали это благодатью. Но благодать данной темы или данного направления, она иначе. Это как слово, которое сходит и делает эту землю способной рождать. Это не происходит за минуту, за 10 секунд, за день. Поливается земля, она преобразовывается. Снег сходит, дождь сходит. Это же, представьте, это процесс. Снег и дождь. Это разные сезоны. Но слово мое, как снег и дождь, снисходящая на землю, которое преобразовывается и становится способною производить. Нам нужна эта трансформация. Пусть это происходит не извне перемены, а внутри нас это начнется. Ты начнешь видеть внутри себя перемены в сознании, во взгляде на жизнь. Пусть это происходит не снаружи, а внутри. В обществе мы можем встретить множество людей, которых изменила смерть близкого человека, травма. Кто-то попал на военные действия. Кто-то под угрозой смерти от какого-то заболевания решил измениться полностью. И люди потом не могут узнать этого человека. Что-то трагичное, что-то ужасное повлияло на перемены. Но у Бога есть одна мотивация. Он не хочет изменить нас через это. Он хочет нас поменять, показав красоту твоего призвания. Как Давид говорит, хочу видеть красоту дома твоего. Вот я хочу помолиться, чтобы тебе и мне раскрылась красота Божьего призвания для тебя. Все эти краски, все эти эмоции, все эти плоды, достижения, результаты. Все самое, что у Бога приготовлено, чтобы ты вдруг увидел эту энергию, этот адреналин. Когда ты идешь на риск ради предназначения. Чтобы ты увидел весь этот спектр эмоций в том, что для тебя приготовлено. Чтобы тебя не испугал Бог своим предназначением, а чтобы ты влюбился в это. И пусть слово, которое ты слышал о себе, оно сделает тебя Авраамом. То есть этой землей плодотворной. Это землей производящей. Это землей, которая приносит пользу на земле. Лучшее приносит. Господь, возможно, я, как Авраам, давайте помолимся.